Мы пришли с Линдой вот сюда выпить кофе и что-нибудь чуть-чуть скушать. И мы сегодня с вами будем общаться на очень интересную тему. Значит, мне очень нравятся ваши комментарии. Я думаю, вы знаете, я не знаю, кто-то комментирует, мужики или женщины, вообще кто, потому что все ники в виде цифр и букв. В комментариях, в которых вы жалеете моего мужа и говорите, что я какая-то там меркантильная, я ещё там какая, что значит тыры-пыры, что мне надо заняться делом, идти работать с утра до вечера, пахать. Как мне нравятся эти комментарии. Я их просто обожаю, особенно вот эти... 93. 93, да. Нет, 9-3 просто. 9-3. Я обожаю эти комментарии. Я прям, знаете, как вот... Они меня вот прям, как сказать, они меня провоцируют ещё больше на видео говорить и рассказывать о моей философии жизни. Вот когда вы мне начинаете писать, «Мне так жалко твоего мужа, тебе надо пойти работать, всё, работать, всё это...» Я и так работаю. Я и так работаю. Угуманитесь. Я работаю ровно столько, сколько быть мне позволительно было бы с моим ребёнком и заботиться о ней, да? Значит, но мне каждый раз, когда я читаю эти комментарии, мне хочется ещё раз снять видео, где сказать. Хорошо, иду. И мне так и хочется сказать вам. Да. Живу, как хочу. Да. Да. Не собираюсь с утра до ночи горбатиться. Не собираюсь. Пусть муж горбатится. Да. А я для чего замуж выходила? Вы понимаете, мне каждый раз хочется вам ещё раз это сказать? Потому что я знаю. Начнётся ещё раз комментарий. Сейчас опять. Ой, всё меня отвлекают. Кстати, я хочу сказать, что вот здесь в чагуне недорогой и вкусный кофе. 89 рублей чашка, 300 мл. Мне нравится по вкусу он. Вы знаете, он не очень сильно, как объяснить, он чувствуется не очень сильно крепкий, не очень сильно молочный, но с горчинкой, с приятной горчинкой. Вот 89 рублей, вообще кайф. И в кружке. Значит, друзья мои... Ой, мне что-то жарко стало. Сейчас будет стриптиз. Поела немножечко мы это. Бургеры мы съели, и вот это, видимо, и жара сразу. Углеводы пошли. Ой, в общем, мне так нравится, когда вы мне это пишете, потому что у меня создаётся повод ещё раз вам сказать, что не нравится, как я живу? Да мне плевать, что вам не нравится. А я всё равно буду жить так, как мне нравится, да. Вы понимаете? У меня весь канал этому посвящён. Мой канал посвящён тому, чтобы кричать всему миру, что я имею право жить, как мне нравится. А раньше у меня с этим были проблемы, да. Да, подчинённость общественным стереотипам, что нужно жить так, как принято у вас, у всех, у общества, у вашего. Самое вкусное – это вот это вот в конце остаётся. Ай, так вкусно. Так вот, друзья мои, не хочу я работать в полную мощь. Я понимаю, давайте мы сейчас не будем о деньгах. Деньги – это самая противная тема, особенно сейчас, когда всё дорожает постоянно. Давайте не будем о деньгах, давайте поговорим о духовном. Понимаете, друзья мои, как объяснить? Понятное дело, что меня не совсем всё устраивает в моей жизни в плане того, что я мать, да. Конечно же, было бы более кайфовое жить без ребёнка, да, без, как бы, как это сейчас говорят, типа, child free, да. Сейчас же запрет хотят вести пропаганду child free, и уже взвели. Как бы не наговорить на статью? Нет, зайки, я всегда говорю, мне плевать, как вы живёте, я вам ничего не навязываю, живите, как хотите, мне до вас дела нет. Ну, понятно, что мне самой, что мне было бы кайфовее жить, если бы я была бы свободна от, ну, child free, да. Но я родила ребёнка, это был мой выбор, мой осознанный выбор, и моя жизнь изменилась. Это факт, это надо принять. И мне сейчас кайфовее и комфортнее жить, выстраивая свою жизнь с учётом комфорта моего ребёнка. Как бы я ни говорила, что я живу, я живу, конечно, я живу, как мне нравится, но я мать, и я делаю всё, чтобы моему ребёнку было хорошо, потому что для меня это тоже свой кайф. Это то, без чего я жить не смогу, так как я уже ребёнка родила, я уже взяла эту ответственность. Понимаете? Я не тупая какая-нибудь баба, которая плодится, плодится, плодится и не думает, что будет с её детьми. Я постоянно думаю, чтобы выстроить свою жизнь так, чтобы моему ребёнку было всегда комфортно. Я даже сейчас думаю о том, что я решила взять 5 часов в неделю, 5 тренировок, потом думаю, нет, надо, наверное, пятый час не брать, не нагружать, иначе может мой ребёнок пострадать, да, как бы мне там ни хотелось, и себя потренировать, и денежку, может быть, лишнюю копеечку. Но моему ребёнку должно быть комфортно, мне должно быть комфортно с нею заниматься, водить её в кружки, водить её к бабушке, ещё куда-то водить, гулять с ней ходить, в детские комнаты ходить, в библиотеки, ещё там куда, чтобы всё это было для её развития. Понимаете? Ну не могу я жить, как многие живут. Мы убираем сейчас вопрос денег, я понимаю, многие выживают. Мы убираем сейчас вопрос денег, убираем. Есть женщины, у которых с деньгами маломальски нормально, но они всё равно не делают выбор в пользу своих детей. Это их выбор, я их не осуждаю. Им так комфортно, им так нравится. Это их норма, чтобы их психика не долбанулась, не сошла с ума, понимаете, не взорвалась. Например, я смотрела Собчак как-то давным-давно, она говорит, ну вот лучше час с ребёнком перед сном проводить, чем, ну и быть счастливой и довольной мамой, чем весь день приводить с ребёнком и всё время ворчать. То есть Собчак дала понять, что она, видимо, с своим ребёнком проводит в сутки один час перед сном. Ну то есть набегалась, наработалась, самореализовалась ради бабла, потому что с баблом у неё, в принципе, всё и так нормально. Можно было быть просто бабой, да? И приходит домой вся такая удовлетворённая, всех удовлетворила, кого можно, а ребёнку час в сутки. Но это не моя история. Это не моя история. История про то, что ты всегда должна быть жизнерадостной со своим ребёнком, брехня. Твой ребёнок должен видеть, что ты человек. Твой ребёнок должен знать, что маме иногда бывает плохо. У меня будет видео по детской книжке про я злюсь, да, как со злобой работать. Ребёнок должен видеть, что мама может быть и злой, и видеть, как она умеет справляться с этой злобой. И что она может быть счастливой. Так не бывает, что ты 24 часа с ребёнком, и ты счастлива. У тебя разные эмоции, и у ребёнка разные эмоции. Даже если вы будете жить в золотом дворце, и у вас всё будет идеально, у ребёнка всё равно будут перепады настроения и истерики, потому что это нормально. Разные эмоции. И ненормально, когда ребёнок видит себя только час в сутки запаханную, и типа как будто бы счастливую. Да всё ребёнок видит, что ты подавляешь эмоции. Ребёнок видит, что ты бежишь от него. Мне тоже хочется убежать. Я не обвиняю никого. Я не навязываю свой образ жизни. Просто я разоблачаю себя и всех остальных. Мне тоже иногда хочется убежать в работу от семейной жизни, от материнства. Но я себя каждый раз останавливаю, говорю, Оля, куда ты бежишь, тварь-то конченая. Ты родила ребёнка, это был твой осознанный выбор. Тебя никто насильно кровати не привязывал, не трахал, не насиловал. Я тихо говорю. Это твой был осознанный выбор. И ты, мать твою, ты что вытворяешь, а? Нет, ты не должна испытывать вину. Это вообще сейчас не про вину, не про это, не про гиперопеку, не про я же мать. Это про взрослость, когда ты берёшь ответственность за то, что ты сделал выбор. Следующий момент. Да, да, кайфовее было бы, может быть, child free. Лично мне, да. Но ты уже выбор сделала, ты его сделала. И теперь ищи кайф вот в рамках твоего выбора. И мой кайф в рамках моего выбора, это чтобы мой муж бегал и зарабатывал бабки. И, кстати, ему это нравится. Я вот смотрю на своего мужа и понимаю, что он тот тип, что если он не будет бегать и бабки зарабатывать, он начнёт что-нибудь как-нибудь, ну, спиваться, может быть. Он найдёт себе какой-нибудь способ себя уничтожать. И так происходит с мужиками. Мужик должен бегать, бегать, охотиться, зарабатывать бабло. И когда он теряет интерес к беготне, он начинает себя уничтожать, спиваться, ещё что-то делать. Я не знаю, какие ещё способы самоуничтожения. Или просто-просто умирает от инфаркта. Мужик должен бегать. Ну, не каждый мужик. Опять-таки, вот смотрите, давайте на меня. Я не умею зарабатывать деньги. Ну, не умею. Для меня работа – это стресс. Работа для меня, общаться с людьми много – это стресс. Я такая эмоциональная. У меня камера трясётся. Я постоянно вовлекаюсь. Для меня стресс работать – это да. У меня крышняк ездит, потому что вокруг много злых людей. Не все же хорошие, улыбчивые и доброжелательные. Вокруг много людей, которые выносят себе мозг. Для меня работа – это стресс. Но есть люди, которым нравится женщина, например. Есть женщины, которые очень успешны, которые зарабатывают бабки вот так. Вот так. Им кайфово. Понимаете от этого? Они готовы бежать от семьи, от ребёнка. Мы не берём материальный вопрос, что типа они вынуждены. Нет, мы берём именно так, что они готовы, они кайфуют. Пожалуйста, пожалуйста. Но у меня не получается. Не получается. Поэтому мне эта модель Вселенной нафиг не нужна. В моей модели Вселенной я не работаю. В моей модели Вселенной работает мой муж. Есть другая ситуация, когда мужики не могут заработать денег. Вот мне кажется, вот эта история, когда мне пишут вот эти мужики. Бедный муж. Мужики, ну признайтесь себе, что вы не можете заработать. Ну да, вы так же, как и я. Слабые. Найдите себе бабу, которая может заработать. И живите спокойно. В чём проблема? Ну или кого-нибудь другого найдите. Там не бабу, не обязательно бабу. Может, у вас другие предпочтения, я не знаю. Это ваши как бы там фишки. Каждый имеет право жить так, как он хочет. Я каждый раз это кричу. И мне так приятно это говорить на камеру. Да. Я наконец-то живу так, как мне хочется. И мне лишний раз сказать это на камеру кайф. Лишний раз сообщить это всё. Ну, опять-таки, знаете, если возвращаться к тому, что, например, женщина сейчас посмотрит мой вид и скажет. Оля, я тоже хочу маломальски, как бы сказать, чтобы муж... Ну, понятно, что я не богато живу. Сами понимаете, да? Вы прекрасно всё видите, что я хожу, там где-то чашечку кофе выпила, да? В кафешечку какую-то пирожину, пирожок купила, да? Небогато. Но муж закрывает наши жизненные потребности основные, да? И женщины посмотрят и скажут, Оля, а вот у меня не так. Так, мой муж зарабатывает мало, но я тоже хочу, чтобы мой муж удовлетворял какие-то потребности, да? А я работала, чисто там себе на трусы и помаду зарабатывала. Вот я себе заработаю, я работаю, я себе на что зарабатывала? На помаду, на то, чтобы съездить в Питер, чтобы купить себе пальтецо, накопить. Вот я, например, пальто себе в прошлом году купила, сколько, 18 тысяч или 16, 16, по-моему. Я его сама себе купила, я накопила и купила, на айфон копила, полтора года, да, там, сколько, откладывала. Ну, я плюс ещё старые продала, да, старые продала, добавила и сама копила. Вот на такие вещи я коплю, откладываю денюжку, да? Но остальные, ну, какие-то же вещи тоже покупаю. Иногда с мужиной карты покупаю вещи. Вот сейчас я его попросила мне юбочку купить, эту, Зарину, на них скидки сейчас на Озоне, в магазине 1700, а я за 1000 нашла. Вот ему сказала, купи мне юбочку, вот. То есть вот такие потребности он закрывает, да? И женщина посмотрит и скажет, Оля, ну я тоже хочу, вот, а у меня муж всё равно недостаточно зарабатывает. Я вынуждена работать, вот прям вынуждена, что вот жрать нечего, иначе будет, да? Да, заиньки, это ваша ответственность, не вина. Ответственность, что вы выбрали мужика, который вас не может обеспечить. У меня тоже так было. Мой первый муж меня обеспечить не мог, я не могла на него рассчитывать. Я вас понимаю в том плане, что в какой-то момент вы просто открываете глаза, вы даже, может, могли уже родить детей, и в какой-то момент вы открываете глаза и понимаете, что ваш муж, ну вот, не может заработать денег, ну вот он такой же, как я, вот не может он заработать денег. Ну, бывают такие люди. И вы вынуждены чуть ли не с роддома выходить на работу, потому что у вас это получается лучше, например. Или другая ситуация. Вы вдвоём не умеете заработать. Ну, так бывает, что люди не могут заработать. Кто вам сказал, что все будут богато жить или хотя бы хорошо? Кто вам сказал, что это возможно? Нет, жизнь несправедлива, жизнь не одинакова у всех, понимаете? И по деньгам, и по здоровью, и ещё по каким-то вещам не одинаково. Никто вам не обещал, что вы будете обязательно зарабатывать. Нет, и что ваш муж будет зарабатывать. Но когда вы выбирали его, вы должны были смотреть вот в шип. И когда я выбирала первого мужа, я так обманывалась. Я так обманывалась. Мне казалось, что вот я отказывалась смотреть на него ясными глазами. Мне казалось, что вот я сейчас ему всё скажу, как сделать, и он всё сделает и будет заботиться обо мне как надо. А он нифига. Покупал самую дешёвую еду. Всегда смотрел, чтобы на еду меньше денег потратить. Сосиски самые дешёвые, с бумаги. А смотрел только, чтобы себе на деньги купить фотоаппарат, что-нибудь для компьютера и всё остальное. Обо мне не думал. Не заботился, сытая я или голодная. Понимаете? Подарки мне не дарил особо тоже никакие. Вот. Карточку мне не давал, да, что типа вот, Оля, карточка на расходы тебе, да, тратить денюжки там, тыры-пыры, если надо что-то купить. И в какой-то момент я просто поняла, что если я от такого мужика рожу ребёнка, я с роддома выйду, и мне будет страшно. А купит ли он, сходят подгузники? А купит ли он пожрать что-нибудь в дом? Мне что, бежать с роддома прямо уже, это, работать, деньги зарабатывать? Я это поняла. И когда он мне изменил, я перекрестилась, потому что я не могла сама от него избавиться, мне силёнок не хватало. И когда он изменил, я даже и не страдала долго. Я перекрестилась и сказала, слава Тебе, Господи, что я от Тебя избавилась, потому что у меня не было сил избавиться от Тебя. Потому что у меня были установки, типа, с кем первый секс, с кем первые отношения, за того надо замуж. Вот эти вот христианские установки, которые могут в перспективе свою жизнь, будущую всю испортить. И я из-за этих установок, а ещё из-за того, что что скажут люди? Это же все скажут, ой, вышла замуж и развелась, не понравилась. А потому что надо было так просто пожить, без замужества, чтобы не тратить деньги на свадьбу. Опять-таки сейчас христиане начнут писать, кто-нибудь там мусульмане, христиане и другие верующие. Нельзя до свадьбы жить, нельзя до свадьбы в сексуальные отношения вступать, нельзя, нельзя. Вы вначале поженитесь, а потом всё как по маслу у вас покатится. Кто вам такое сказал? Кто вам сказал эту чушь? И вот второй раз я уже глазки расширила и стала смотреть в оба глаза, за кого мне замуж выходить. И то сомнения до конца были, до последнего сомневалась, жениться замуж выходить или нет. Но всё равно выбрала того мужика, в котором я видела перспективу. Я знала, что я ребёнка рожу и не придётся мне с писькой голой бежать сразу из роддома деньги зарабатывать с ребёнком на руках. А знала, что он пожрать купит и всё придёт, принесёт, купит. Документы все сделает, сам съездит, всё сделает, сбегает. И не нужно мне самой бегать. Понимаете? А когда первый раз замуж выходила, отказывалась смотреть правде в глаза, думала, что я всё сделаю. Я ж такая умница, перфекционистка. Я всё сделаю. И мужа научу, как жить. И научу, и всё. Нет. Нифига подобного. Всё не так было. Дорогие подписчики, вы знаете, что по профессии я педагог-хореограф. И сейчас я снимаю свой курс «Красивая осанка». Уже вышли 6 видео. Все видео являются полноценными тренингами. За исключением первого видео. Это постановка корпуса. Чтобы приобрести видео, вам необходимо обратиться на мою личную страницу ВКонтакте. Вы получите бессрочный доступ к видео. Это мой авторский курс, основанный на методике постановки корпуса в классическом танце и адаптированный под фитнес-тренинг. Уникальная программа позволит вам улучшить состояние вашего позвоночника и заниматься в любое удобное время. Переходите по ссылке в описании в группу «Красивая осанка». Осанка ПСК. Не смотрела я на своего первого мужа нормальными глазами. А хотя по его семье можно было уже выводы сделать. Было видно, что мать там все старается, бегает, а отец такой, весь такой, по лесам бегает. Не работает на пенсии, а по лесам... Ну, он уже умер, отец у него. И бегает по лесам. А мать все старается вовсюда. Все-все-все надраивает, все это работает. В общем, все тянет. Не посмотрела я, понимаете, на модель семьи. А можно было бы сделать выводы. У меня есть такая подружка, она замужем, и её муж обеспечивает полностью. И у мужа есть друг. У друга тоже семья. И каждый раз, когда они встречаются с семьями, друг очень возмущается и говорит, «А что это ты свою жену содержишь? А что она не работает?» И начинает как-то, вы знаете, даже, я так поняла, что по рассказам, проявлять какое-то такое недовольство. Я у подруги-то расспросила, я говорю, «Слушай, а у него что за ситуация?» Она говорит, у него жена, у них ребёнок, они всё платят поровну, платят. У жены пассивный доход какой-то. Я говорю, а как же, когда она рожала ребёнка? Она говорит, ну вот у неё был пассивный доход. То есть, понимаете, вот мужик как живёт? Ну, это его право, и право его жены, да? Ну, то есть, как бабе нравится, так и будет. Всегда всё платили поровну, видимо. Даже когда ребёнка родила, всё равно, все расходы поровну. Это нормально? Для меня нет. Ну, для них нормально, живите как хотите. В плане таком, что мне такое не нравится, ну, это ваши проблемы, но не надо. Вот как он, этот друг, делает, он каждый раз при встрече, ну, подруга рассказывает, он поднимает эту тему. А я по разговору подруги, я понимаю, что её это как бы немножко задевает. То есть, это её немножко задевает, что как бы, а что за фигня вообще? Ну да, у нас так. Всегда это как-то всё проходит, как я поняла, у них на таком, ну, немножко смехе, да? Но я понимаю, что всё равно это неприятно, когда твой друг спрашивает у тебя, да? А что это твоя жена не работает? А ты что, её содержишь полностью? А вот у меня не так, а мы всё поровну платим. Да, мы всё поровну платим. Моя жена, даже когда пуза-то ходила и в роддоме лежала, сиськой кормила, на эту бабки зарабатывала, да, и мы всё поровну делили, да, а что это у вас не так? То есть, это нормально? Вот это ненормально. Ненормально. Одно дело, вот иногда мне пишут, ну, ты же на своём канале обсуждаешь других людей? Я это делаю на своём канале анонимно, я создаю видеоряд, я художник, я режиссёр, я актриса, я создаю для вас контент, а другое дело, писать в личку, например, говори своим друзьям, писать мне комментарии, какие-то критикующие, когда вас об этом не просят, вот это совершенно другой вопрос, совершенно другой вопрос. Я фактически зарабатываю на своём канале, да, ну, пусть там какие-то небольшие деньги, благодаря моим донам, благодаря людям, которые мне нравятся, я имею маленький-маленький доход, который мне позволяет сходить кофе выпить вот так, потому что раньше, например, когда я ещё только начинала канал вести, вы могли заметить, я не ходила кофе пить, мы вообще редко ходили куда-либо, а сейчас у меня есть возможность всё так, зайти кофейку попить, и всё благодаря моим донам, подписчикам, которым я нравлюсь, и которые ценят то, что я вам говорю всё очень откровенно. Сейчас в жизни так это редко, когда можно с другим человеком пообщаться откровенно, узнать откровенно его позицию, да, узнать о его жизни что-то, что-то вот настоящее, не что-то вот это выдуманное, эту фабулу. Вы знаете, вот это листаешь, вот эту ленту ВКонтакте, ну, или в запрещённой сети, и аж тошнит, натянутые лыбы, да видно, что натянутые, видно. Я понимаю, да, в обществе принято так, всё время лыбы натягивать, но меня от этого тошнит, хочется какого-то, какой-то реальности, хочется настоящих людей, которые скажут, давайте поговорим по-честному, вот пообщаемся о нашей жизни, о том, что и хорошо, и о том, что плохо, о том, что получается, о том, что не получается. Не знаю, почему, ещё хочется рассказать о своём первом мужа. Значит, когда мы с ним уже расстались, он, понятное дело, ну, я там уже жила со своим вторым мужем, я уже через, вот после расставания с первым, уже через 5, нет, через 4 месяца я уже жила с другим мужчиной. И, кстати, когда мой муж узнал первой, что я уже живу с другим мужчиной, он спросил, а почему так быстро? Ты же так раньше, быстро, никогда, типа, ни с кем. Я говорю, а что, я ждать буду, что ли? Что, у меня время тикает. Жизнь уходит, поэтому надо сейчас жить. И, в общем, короче, мой муж первый, он вот после уже развода, он вступал в отношения с другими девушками, женщинами. И пишет мне один раз одна из его девушек. Вы представляете? Говорит, здравствуй, Оля. Я вот знаю, что ты первая жена его. Тыры-пыры. Ты знаешь, я хочу с тобой вот посоветоваться. Я с ним как бы встречаюсь, встречалась, ну, то ли встречаюсь, то ли встречалась, то ли встречаюсь и хочу расстаться, то ли встречалась, рассталась и не понимаю, правильно ли я сделала. По-моему, вот так она сказала. Дело всё в том, что как-то он меня пригласил в гости, ну, мы с ним общались, всё было нормально, и он меня пригласил к себе домой. Я сказала да, а потом, в последний момент у меня возникли сложности, там, что-то там, да, какие-то, мне надо было срочно там куда-то ехать, я ему сказала, что я не приду. И он предъявил ко мне такие претензии, что типа, а чего это не придёшь, я уже потратился, я на тебя 700 рублей потратил, а я заказал роллы. Ну, это был 2014 год, 15-й, 14-й, 14-й. Вот, поэтому, ну, как бы, не совсем 700 рублей сейчас, то, что, как бы, да, тогда было, но всё же. Я уже потратился, заказал роллы, а ты не придёшь. И, короче, у этой девушки, а у этой девушки всё было хорошо с психикой, вот, она и говорит мне, ты знаешь, говорит, я так, как бы, ну, я считаю, что это ненормально, я хотела бы у тебя поинтересоваться, вот ты как первая жена, как считаешь, он вообще вот такой, он такой вот скупой, он считает вот каждую копейку, вот до такой степени, я говорю, да, он такой, он такой, вот он тебе скажет, да, что вот он потратился, тыры-пыры, я говорю, он такой, она такая, ну, спасибо, спасибо, хорошо, что, как бы, я это у тебя узнала, значит, я, типа, не зря с ним рассталась, вот, заиньки, понимаете? Вы знаете, я сейчас вам ставлю в конец такое видео, и я с ним очень согласна, это такой мужик-психолог, он занимается как раз-таки вот этой темой, посмотрите его, вот, ну, короче, как всегда, жду от вас комментарии, вот именно таких, что, вам жалко моего мужа, там, что я там меркантинная баба, пишите, я их обожаю просто. Женщина никогда, запомните это раз и навсегда, тысячами лет, сотнями тысяч лет, женщина никогда просто так мужчину не любила, она бы умерла и не выжила, и до сегодняшних дней бы мы точно с вами не дожили, а все по одной простой причине, что женщина тысячами лет выбирала себе исключительно мужчину, рядом с которым она могла выжить вместе с потомством, точка. Нужна женщина, которая полюбит тебя не за деньги, да у тебя на трусы новые денег нет, за какие тебя деньги она должна любить. Девочки, только услышали подобное, заслужи любовь, заслужи уважение, заслужи, чтобы я тебе дарил подарки, заслужи... Друзья мои, мой канал нуждается в вашей поддержке. В первую очередь, это ваши лайки, комментарии и подписки. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе, перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом Donation Alerts. Все ссылки в описании видео. А для самых увлеченных зрителей у меня есть уникальное предложение стать моим доном в группе ВКонтакте Невротичка Оля. Нажмите поддержать автора и введите любую сумму, удобную для вас. И вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни, психологическим разбором на примере моих ситуаций. Будьте готовы. Эти видео слишком откровенны. Люблю, целую. Ваша Невротичка Оля.